так пацаны ну шо начало серии про бмв короче я тут немножко давал боком по стоянке вот здесь а вот мой след я тут давал боком короче мобила вот отсюда она вылетела аж вот сюда и я в хуй просто для бмв валит ваннас настроили бмв валит пацаны щетка сейчас надо будет только за уровнем масла смотреть потому что мотор подъедает его подубили на шестом километре он подъедать масло стало короче все вытекающие но машина едет уже поэтому буду выдвигаться на 6 наверное в скором времени а пока так так пацан до полы душа сейчас сыра прошел дождик короче убыхе будет час холодный запуск на сырую причем посмотрим как это будет потому что сейчас ваннас настроен мне кажется будет уже хорошо иногда она бывает кашляет но это было когда на нас был не настроен так и думаешь все будет отлично сейчас посмотрим как раз окно шо это холодный запуск поехали о как завелась родная молодец и смотрите про девочные у меня теперь тысячи оборотов ну там 900 короче почти вот меньше 800 не опускается холостой ход стал 800 оборотов даже 900 вот 800 получается меньше не опускается а когда ваннас был не настроен у меня холостой ход по стрелка вот здесь он была там где ну считайте 600 оборотов был холостой ход 600 он постоянно подержался в районе 600 вообще у нее прогревочный ход должен быть вот здесь это 1200 1300 вот а холостой должен быть постоянно 800 если она прогретая уже тогда холостой ход может чуть-чуть упасть там на 100 150 оборотов а так он должен быть постоянно один без всяких приколов если у вас есть какие-то приколы с холостым ходом то это значит у вас скорее всего фазы сбились и надо настраивать ну шо скоро сейчас будем выдвигаться уже я чуть-чуть погрею все было четко поедем потому что бэшку сегодня надо заправить мне уже меньше 15 литров а мне рассказали чтоб я не доводил ситуацию до вот такого состояния потому что у меня бензонасос охлаждается самим бензином и помпа которая там тоже стоит подкачивать себе бензин в общем поэтому поедем на заправочку сегодня а вообще так машинка конечно повосстанавливали все чем можно было восстановить теперь в офигительном состоянии кстати смотрите я когда дверь открываю опа помните машины 60 вот в них тоже вот так свет загорается и вот здесь вот лампочка стоит смотрите вот она короче оригинальная музыка harman kardon сохранилась еще там тоже все динамики оригинальные здесь твиттеры оригинальные здесь уже не такие слегка поюзанная здесь поцарапанное есть место в общем как-то так сейчас музло врублю и поедем и и мы и к сожалению как это бывает обычно на ю тубе все остальное я не снял потому что я ездил по делам и был очень занят поэтому уже смотрите наверное обзор машины в следующей серии или в следующем видео посмотрим как я сделаю потому что я пока сам не знаю а пока можете досмотреть видосик до конца если вам будет интересно что произошло в конце а там есть одна вещь о которой я расскажу чуть-чуть позже пока будете смотреть футаж я вообще конечно это кайф пацаны хочу сказать даже пятьсот двадцать третья все равно так едет уверенно что кстати у меня еще произошла неприятная история с сагарами круглым который находится возле будово альтаира одесситы знают короче приезжая на заправку дал тысячу на кассе говорю заправщику вы заправили машину она варит топлива только начало литься когда я вышел с кассы заправщик сделал вид что заправил но когда я завел машину у меня стрелка ни на грамм не поднялась я выхожу из машины кушу спрашиваю заправщика вы заправили он говорит да я говорю у меня стрелка не не поднялась никак он говорит посмотри на колонку на колонке было написано что там машина заправилась там 20 литр было короче иду на кассу говорю с ними они разводят руками короче ребята если вы будете заправляться на том сакаре имейте ввиду что у меня уже один раз развели и на ту заправку я больше не приеду как вы уже могли понять так ну шо пацаны по делам съездил это такой влог с телефона потому что камеру не особо хочется поставить вот так в общем конец видосика продолжение будет потом уже ждите на обзоре машины короче пацаны пока я ездил по делам купил себе новую мобилу это с 22 samsung так что теперь stories и в instagram будут в офигительном качестве со стабилизацией с переключением между камерами в общем мне телефон нравится бляха-муха куда автофокус пропал уезжает немного мой автофокус телефон в лавандовом цвете очень красивый цвет очень неплохо сочетается с зеленым чехлом можно еще было поставить черный но как по мне зеленый чехол лучше сочетается с таким цветом потому что черный примерял такой оси было в общем как то так